МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Германии разоблачили исламиста, который работал в немецкой разведке. Задержанный гражданин Германии ему 51 год. По данным следствия, мужчина планировал взорвать находящуюся в Кёльне штаб-квартиру разведки. Впрочем, к подготовке теракта так толком и не успел приступить его, арестовали. А вот что он успел сделать, так это опубликовать в интернете под вымышленным именем ряд исламистских заявлений, говорят следователи, а также раскрыть секретные данные разведки в интернет-чатах. Его вычислили совсем недавно. Он вел себя неприметно. Задержать его удалось благодаря прекрасной работе агента под прикрытием. Этот агент смог под видом исламиста вступить с подозреваемым в переписку в интернете и вывел его на чистую воду. Подозреваемый принял ислам в 2014 году и сумел скрыть это даже от собственной семьи. Наверное, пригодились навыки, полученные во время работы в разведке. В апреле этого года мужчина устроился на работу во внутреннее разведывательное управление Германии. В каком именно отделе он трудился, силовики не раскрывают. Но журналисты пронюхали, что по долгу службы он как раз и должен был следить за действующими ФРГ-исламистами. Я не могу комментировать возможные последствия этого разоблачения, пока следствие еще не окончено. Но, конечно же, последствия неизбежны. Торопиться не будем. Когда речь идет о разведке, спешка – плохой советчик. Мужчина признал все обвинения и сообщил, что специально внедрился в Федеральное ведомство по охране Конституции, чтобы предупреждать братьев по вере о ходе расследований. Также он сообщил, что нападение хотел совершить, цитата, ради Аллаха. Люфтганза в среду отменила 890 рейсов, в основном на дальние расстояния. На них должны были отправиться в путь около 100 тысяч пассажиров. Забастовка пилотов заканчивается сегодня в полночь, однако ее последствия пассажиры будут ощущать еще и завтра. В четверг отменят порядка 40 рейсов. Тем временем недовольство с тачкой растет не только среди пассажиров, но и среди наземного персонала Люфтганза. Сегодня диспетчеры, грузчики и регистраторы устроили свою собственную демонстрацию с требованием, наконец, восстановить нормальную работу авиаперевозчика. Конечно же, мы не выступаем друг против друга. Мы не против наших коллег-пилотов. Просто мы хотим показать общественности и нашим пассажирам, что уже тоже мы смотрелись на забастовку. Теперь следует сесть за стол переговоров, пойти в арбитражный суд, наконец. Недели забастовок достаточно. Эта история длится с 1960-х годов. Уже тогда у наземного персонала были проблемы с тем, что мы зарабатываем больше. Я не хочу умалять их заслуг. Более того, мы разделяем страхи наземных сотрудников относительно будущего Люфтганза. Это очень серьезно. Но мы сожалеем, что они демонстрируют свое опасение подобным образом. Это внутреннее дело. Напомним, тарифный спор между профсоюзом пилотов и руководством авиакомпании длится уже более двух лет. Пилоты требуют повышения зарплаты на 22%. Руководство Люфтганза с этим требованием не согласно и настаивает на разумном росте зарплат. Мы снова сделали предложение, уже озвученное в пятницу. Это поднятие зарплаты на 4,4%. Плюс единовременная выплата, равная почти двум зарплатам. Далее дело за переговорами, либо решением арбитражного суда. Тем временем спором между руководством Люфтганза и профсоюзом «Кокпит» заинтересовались уже в Еврокомиссии. Там предупреждают, что из-за тесных связей между компаниями в авиасекторе может пострадать как вся сфера авиаперевозок ЕС, так и экономика Евросоюза в целом. Так Еврокомиссар по транспорту Виолетта Балк призвала обе стороны конфликта к скорейшему разрешению спора. Пошел в народ. Федеральный президент Йохим Гаук пообщался с молодежью, школьниками старших классов и учащимися профессионально-технических училищ. Для общения с подрастающим поколением президент выбрал город Офенбах-Аммайн в федеральной земле Гессен. Этот город известен очень высоким процентом некоренного населения. 60 из 100 его жителей либо сами родились за пределами ФРГ, либо их родители когда-то приехали в нашу страну. Офенбах-Аммайн часто называют штат дер Анкоменден – городом приезжих. Йохим Гаук обсудил со старшеклассниками важные для сегодняшней Германии вопросы. То, как меняется страна, когда в нее приезжают люди, выросшие в другой культуре, и каким образом можно, невзирая на разные традиции и разную религию, искать и находить общее. Эмиграция, с одной стороны, расширяет наш взгляд на вещи, а с другой – создает и множество проблем. Это нужно признать. Обогащение и стресс, прибыль и убыток – обычно так и бывает со всеми глобальными явлениями, и проявляются все последствия не сразу. Иногда для этого может понадобиться, чтобы сменилось несколько поколений. Йохим Гаук заверил и учащихся, и их преподавателей, что считает качественное образование одним из залогов успешной интеграции мигрантов. По его словам, именно школа может дать приезжим и их детям импульс к тому, чтобы найти свое место в немецком обществе. Немецкие школы получат дополнительное финансирование. 3,5 миллиарда евро уйдут на ремонт и переоборудование учебных заведений в федеральных землях, которые не справляются с этой задачей самостоятельно. Такое решение принял Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании. Впрочем, деньги не будут напрямую выделять из бюджета. Вместо этого Берлин снизит требования по поступлениям налогов с мест. Сэкономленные средства федеральные власти должны будут направить на ремонт школ. Напомним, в октябре правительство заявило, что намерено оборудовать все немецкие школы компьютерами и беспроводным интернетом. Воплощение этого проекта обойдется в 5 миллиардов евро и займет 5 лет. В Кабинете министров считают, что таким образом школьники смогут научиться работать с цифровыми технологиями, им проще будет найти свое место в современном мире. Внедрять компьютеризацию будут федеральные власти, а вот профинансирует ее уже правительство. В Германии работают около 50 тысяч школ. Образование в них получают более 12,5 миллионов школьников. Помните, девочки, помните, мальчики, как правильно следует складывать пальчики. Три пальца щепоткой, два пальца к в окошке, смотрите, привеститесь не по дорожку. Чтение, счет, закон божий. В российских школах могут ввести новый предмет под названием «Православная культура». Изучать его придется все время получения школьного образования с 1 по 11 классы. О новой инициативе Российской академии образования пишет газета «Коммерсант». В распоряжении издания есть письмо, которое на прошлой неделе получили члены Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Их просят оценить доработанную программу школьного курса под названием «Православная культура». Если оценка будет положительной, школам дадут новые методические рекомендации. Цель проекта – формирование у школьников так называемого «православного мировоззрения». Ученики, по мнению авторов программы, должны научиться оценивать свои поступки на основе нравственных норм православной традиции. В первом классе предмет разрешено изучать во внеурочное время. А вот уже со второго его предлагают ввести в расписание. В действующей российской школьной программе уже есть курс под названием «Основа религиозной культуры и светской этики». Но его изучают всего один год – в четвертом классе. И при этом дети или их родители могут выбрать, с какой религией познакомиться поближе – с христианством, исламом, иудаизмом или буддизмом. Или вообще остановиться на изучении нерелигиозных ценностей. Светский характер образования закреплен в Конституции России. Евросоюз создаст собственный оборонный фонд. Каждый год в него планируют привлекать 5 миллиардов евро на совместную разработку и создание техники и 500 миллионов евро на программы оборонных исследований. Это часть плана действий по оборонной стратегии ЕС, представленного сегодня Еврокомиссией. Общий оборонный фонд поможет сократить расходы отдельных стран на приобретение техники. К созданию специального оборонного фонда исполнительный орган ЕС подтолкнула обострившаяся ситуация с безопасностью в Европе, а также избрание новым президентом США Дональда Трампа. Он, кстати, в своей предвыборной кампании заявлял о том, что ЕС необходимо увеличить свои затраты на оборону. В Еврокомиссии также сообщили, что отсутствие полноценного сотрудничества в оборонной сфере ежегодно обходится ЕС в сумму от 25 до 100 миллионов евро. Расходы ЕС на оборону не менялись последние 10 лет. За это же время Китай увеличил свой оборонный бюджет в полтора раза. А США в прошлом году израсходовал на оборону вдвое больше, чем Евросоюз. Кроме создания общего оборонного фонда, планируется также усилить кооперацию ЕС и НАТО. В Белом доме вовсю готовится не только к смене президента, но и к Рождеству. Первая леди США показала журналистам елку президентской семьи. Жду не дождусь, когда же мы будем праздновать Рождество и принимать гостей. Я еще раз хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогли создать эту красоту. Вы все сделали феноменальную работу и превратили этот дом в волшебное место. В Белом доме не одна, а несколько десятков нарядных елок, а еще 70 тысяч рождественских украшений. Первыми воочию эту красоту увидели американские военные и их семьи. Я еще раз хочу почтить службу, жертву и любовь к нации всех военных, которые находятся сегодня среди нас. Эту любовь с вами разделяют я и моя семья. Я очень рада поддержать всех вас в это время и желаю счастливых праздников. Главную елку высотой около 6 метров Белому дому подарили фермеры из Пенсильвании. В украшении президентской резиденции участвовали 92 волонтера со всей страны. Рождественские праздники в Белом доме – последние во время президентства Барака Обамы. Пройдут под общей темой «Дар праздников». Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова